всем доброе прекрасное утро мои хорошие сегодня я буду печь пироги лапти я про них забыла забыла про этот рецепт и пекла десятки лет назад и хочу с вами поделиться этим рецептом он очень простой без заморочек тесто без дрожжей вкусная нежная мягкая тонкая и пушистая здесь у меня стоят все продукты которые мне понадобятся я выбиваю в чашку два яйца к яйцам добавляю одну чайную ложку соли и две чайные ложки сахара сейчас я это все перемешаю перемешаю ложкой миксер здесь не нужен добавляем одну столовую ложку подсолнечного масла все я перемешала добавлю сюда 300 грамм сметаны и теперь все это нежненько перемешиваю ложкой как же я могла забыть такой рецепт но ошибку исправляю теперь я добавляю 400 грамм муки и у меня разрыхлитель 15 грамм и все перемешиваю его не нужно месить его нужно только размешать я обычно разрыхлитель выкладываю сверху на муку чуть-чуть размешиваю и потом уже со всей общей массой ложкой будем размешивать вот такое тесто у меня получилось я его размешала ложкой и конечно если где-то у вас попадется еще сырое тесто чуть-чуть добавьте муки тесто это не нужно вымешивать его самое главное собрать вместе поэтому я сейчас смочу руки подсолнечным маслом и тесто соберу в комочек так выглядит сейчас мое тесто и я закрою его пленкой уберу в сторону пока тесто постоит я сделаю начинку начинка у меня сегодня фарш свинина говядина добавила конечно же соль душистый перчик чуть-чуть зеленый лук ну и не выдержала чуть-чуть выдавила чесночок аромат необыкновенный я сейчас во все блюда куда возможно добавляю чеснок конечно же мои хорошие можно выпекать и на сковороде в масле но я думаю что я буду делать так листья застелила бумагой для выпечки и есть у меня прекрасное жидкое масло и и сейчас я его распределю по всему противню и размажу кисточкой лист подготовлен я думаю как бы рада была моя бабушка что я буду печь пирожки пирожки лапти так как делала когда-то она стул я чуть-чуть припылила мукой или можно смазать подсолнечным маслом и теперь из теста я буду отрывать делать шарики и выкладывать ну что мои хорошие я чуть-чуть руки все-таки смажу подсолнечным маслом и будем делать шарики их даже и катать не надо просто раскладывать я думаю такие достаточно бабушку мою это по маминой линии звали пия или апроксея авдеевна представляете старые имена бабушка у меня родилась в 1912 году и она всегда пекла шаньги или пироги и тесто было тоненькая а начинки было много сейчас я насыпала муки и теперь просто и легко делаются маленькие шарики вот мы с шариками справились мои хорошие что мы делаем дальше и для этого теста много муки не надо поэтому я к этому трепетно отношусь я не применяю скалку делаю лепешку если руки липнуть чуть-чуть муки и теперь мясо мясо я распределяю по всему тесту по всей лепешечке ой какой запах чесночком пахнет зеленым лучком так что теперь делаем теперь будем залиплять тесто очень мягко залипляем как пирожок вот такой он получился эти края остренькие я чуть-чуть придавила швом поворачиваем вниз и что делаем теперь опять же можно конечно скалкой но буду делать как бабушка посмотрите какой он получился тоненький действительно как лапоть и теперь швом вниз я выкладываю на противень я всегда удивлялась когда бабушка что-то стряпала вот и наш второй пирожок и получается что тесто тонкая начинка распределилась по всему тесту прижали и начинки получается очень много мои хорошие первая партия лопаточков готово отправляю в духовку духовку я заранее разогрела пока у меня первая партия выпекается я начну делать следующие пирожки взяла доску припылю сейчас мукой бабушки у моей была специальная такая доска большая фанерка на которой она пельмени выкладывала на мороз выносила в доме у бабушки зимой всегда половики лежали утром проснешься печка топится и выпечкой пахнет аромат обалденный ну что сейчас я буду лапти переворачивать все перевернула пусть пекутся на другой стороне пищит зовет меня духовка ну что мои хорошие первая партия готова буду доставать конечно же у бабушки были вкуснее и красивее но я буду очень стараться чтобы у меня тоже было вкусно и красиво как у бабушки вот я и справилась и печется у меня вторая партия лаптей а я так думаю что и не надо для уюта и счастья больших хоромов счастье поместится и в маленькой квартирке где живут любовь и доброта из того количества теста которое я делала получилось 24 лаптя мои мужчины попробовали очень вкусно тесто тонкое вы только посмотрите начинки много чудесные интересные пирожки лапти по бабушкиному рецепту доброго вам мои дорогие уютного дня спасибо огромное за внимание я вас обнимаю чус пока